Открытие сезона в Театре имени Ермоловой в Москве называют началом новой жизни, которую актерам и зрителям обещает Олег Меньшиков. Когда-то он сам играл на этой сцене, а в апреле стал художественным руководителем труппы. За эти полгода в Театре радикально поменяли репертуар и сделали большой ремонт. На экскурсию за кулисы отправился Алексей Зотов. Как и полагается, новый сезон в Театре Ермоловой начали с вешалки, новые номерки в гардеробе, фойе и зрительный зал после ремонта. Можно подолгу разглядывать старые афиши или изучить совершенно новый репертуар и фирменный стиль театра, где силуэт Великой Ермоловой теперь словно из-под кисти Анди Орхола. Новый худрук театра Олег Меньшиков временно обитает в будущей гримборной. Его кабинет пока не готов. И через завалы, и длинные коридоры ведет нас туда, где скоро забурлят театральные эксперименты. На Пётре Фоменко он обожал из одного места, зрители перенести в другое место, потом перенести в третье место. Здесь сам Бог велел это попробовать. В эту часть театра зрители смогут попасть лишь весной будущего года через отдельный вход по спиральной лестнице на новую сцену, рассчитанную на 150 мест. Пока здесь вовсю идет строительство, но уже установили стеклянный купол и даже придумали спектакли, которые потрясут зрителей. Среди премьер сезона «Снегурочка Островского» спектакль «Язычники» по пьесе Анны Яблонской, погибшей во время терактов Домодедова. И портрет Дариана Грея, где Меньшиков сыграет лорда Генри. Это видео сплошное, это хромакей, это практически без декораций. Ты выйди из будки и скажи, я человек вот этим карликом, который по сцене ходит и бьет тебя пяткой по лбу. В спектакле «Самая большая маленькая драма», которым решили открыть сезон, всего два актера, два грандиозных мастера. Владимир Андреев, который в общей сложности 36 лет руководил театром, он играет суфлера. Валентин Гафт его пригласили на роль умудренного жизнью актера. Это про нас, про нас и про людей вообще, и про тех, кто служит театру. Рухнет всё, в конце концов, и погребёмся, как мумии. Стоп, погребёмся, и в видимости напишут, что в городе Энн нарушено искусство. Порой невозможно понять, играют они или с болью и иронией рассказывают что-то личное о театре, славе и провалах, взлётах и падениях. Часто люди спиваются. Например, вот этот самый мой персонаж, который спивается, но в пьяном виде, постепенно трезвее, он говорит мудрые, очень чёткие вещи, которыми надо прислушиваться. После нас с тобой ничего не остаётся. Ничего, только... Лоша. Актёры-суфлёры учат друг друга жизни, репетируют басню Крылова, переодеваются в Гамлета и Офелию или стреляются на дуэли. Почти полтора часа на одном дыхании. Владимир Андреев и Валентин Гафт дружат с юности, но впервые на одной сцене. Они, крючкотворы, какие они, в хорошем смысле слова, какие они пытливые, какие они въедливые, они как серо. Я люблю тебя! Я люблю тебя, серо, серо. В первой игре двух мастеров аплодировали артисты театра. Сегодня очередь зрителей, а впереди ещё пять премьер. И каждые 15 дней, обещает Олег Меньшиков, в афише будет появляться совершенно новый спектакль. Алексей Зотов, Татьяна Бодрова, Илья Марин. Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова